Добрый день, уважаемые жители Республики! За прошедшие сутки на лечение в стационары Республики поступило 135 человек с диагнозом коронавирусная инфекция из 1525 новых выявленных случаев заболевания. В стационары города Якутска поступило 89 человек, в районах Республики 46. За сутки в стационары инфекционные поступило трое детей. На сегодняшний день в стационарах Республики в тяжелом состоянии находится 53 пациента. В отделении реанимации врачи борются за жизнь 13 крайне тяжелых больных. Все они, к сожалению, были не вакцинированы. Всем пациентам оказывается соответствующая медицинская помощь в соответствии с методическими рекомендациями Российской Федерации. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, данный штамм распространяется в 7 раз быстрее, чем предыдущий, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Что касается прививочной кампании, то первым компонентом на сегодняшний день привито 562 708 человек. Это 78,5% взрослого населения Республики. Ревакцинацию прошли 118 098 человек. Это 58% от количества лиц, у которых наступил срок ревакцинации. Уважаемые жители Республики, напоминаю о необходимости срочной ревакцинации и вакцинации. Хочется сказать о той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день в городе Якутске. Мы знаем, что все жители знают, что с прошлой недели очень активно заработала единая линия 122. На сегодняшний день принято очень много вызовов. Ежедневно количество вызовов растет. И мы видим, что когда делаем анализ, анализ медицинские работники проводят, что 50% случаев вызов на дом не требуют неотложной помощи на дому. Уважаемые горожане, мы просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Напоминаем, что при наличии неотложного состояния необходимо обращаться по телефону 122, где вам будет, во-первых, если необходимо, будет принят вызов. Если необходимо для вас, то на этой линии могут проконсультировать специалисты высокого уровня. Это профессорско-преподавательский состав Северо-Восточного федерального университета, медицинского института. Они работают на линии 122 тоже, когда необходима консультация. При легкой степени течения ОРВИ обращайтесь, пожалуйста, в поликлинике по месту прикрепления. При этом хочется напомнить, что кабинеты для лиц, у которых есть признаки ОРВИ, то есть это температура меньше 38, может быть явление першения в горле. Вот этим лицам, значит, людям необходимо обращаться в эти кабинеты. При этом хочу сказать о том, что кабинеты работают с 8 утра до 20.00 вечера. Потому что то, что было буквально вчера в соцсетях, практически фотографии с некоторых поликлиник наших, это свидетельствует о том, что люди пришли одномоментно, в одно время. И, конечно же, наши медицинские работники буквально в 20 минут все это сделали для того, чтобы не было таких очередей. Но хочу еще раз напомнить о режиме работы данных кабинетов с 8 утра до 20.00. Что касается вызова врача на дом, то показанием для вызова врача на дом является повышенная температура выше 38, общая слабость, кашель, мышечные боли, затрудненное дыхание, одышка, явление интоксикации. До приезда врача, пожалуйста, если есть такие симптомы, пожалуйста, изолируйтесь в отдельную комнату и рекомендуется обильное теплое питье. Показания для самостоятельного обращения в кабинет неотложной помощи поликлиник это взрослые моложе 60 лет с признаками ОРВИ, повышение температуры не выше 38 градусов. Для детей старше 3 лет это признаки ОРВИ и повышение температуры тела не выше 38 градусов. Что касается оформления листка нетрудоспособности, то больничные листы оформляются в электронном виде, то есть дистанционно, но при этом со дня обращения в поликлинику. Уважаемые жители города, республики, мы призываем вас внимательно отнестись к своему здоровью, с пониманием отнестись к оказанию медицинской помощи и беречь свое здоровье и здоровье своих близких.